Итак, лабораторная работа номер 2. Варианты выполнения задач. Так, цели записаны в методическом указании, ну и примерные вопросы для собеседования. Итак, условия задачи ввести четырех значимых число и вывести на экран каждую цифру, входящую в это число. Так, как будем осуществлять соответствующие действия? Итак, сначала начинаем заголовку программы. Смотрим, соответственно, лекцию структура программы. Так, дальше нам понадобится переменная x, которая будет у нас отождествляться с четырех значимым числом. x1, это первая цифра четырех значимого числа, x2, соответственно, вторая, если идти слева направо, x3, третья, ну и x4, соответственно, четвертая цифра этого четырех значимого числа. Так, и сделаем тип данных, целочисленный. Так, начинаем выполнять тело программы, которая начинается с ключевым словом, begin, заканчивается end-ом с точкой. Так, пишем себе комментарий, пишем себе комментарий, что нам необходимо сделать. Так, пишем себе комментарий, 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 пишем тебе 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 то есть введите четырехзначное число так при помощи оператора лога осуществим вот этого числа так и еще мы тут добавим метку для того чтобы проверить того кто вводит соответственно четырехзначное число правильность ввода чтобы он не ввел отличное четырехзначное число числа так при помощи условного оператора проверяем x соответственно должно быть больше тысячи и соответственно x должно быть меньше не равно чтобы сохранить несколько операторов используем составной оператор объем н так теперь если у нас попадает в этот диапазон то есть мы можем получать соответственно цифры так x используем целочисленным делением на тысячу соответственно получили первое значение так для удобства восприятия отформатируем записи записи так второе число цифру вторую цифру мы получим делением на 100 исходного четырехзначного числа так и вычтем соответственно десятки благодаря уже полученной первой цифре потому что поделив на 100 например числа 1000 то есть мы получим 10 то есть первую цифру 1 умножаем на 10 получаем 10 вычитаем получаем соответственно 0 так третью цифру получаем аналогично то есть целочисленное деление на 10 дальше вычитаем первую цифру умноженную на 100 и вычитаем соответственно вторую цифру умноженную на 10 так ну и четвертую цифру получаем уже исходя из того что уже есть это почитаем первую цифру умноженную на 1000 так мы читаем вторую цифру умноженную соответственно на 100 так и мы читаем третью цифру умноженную на 10 так вот мы получили четыре цифры ну и исходя из своей задачи и 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 Так, это у нас вторая, это у нас третья, и четвертая. Так, а иначе, если у нас выходит из этого диапазона, то мы просто отправляем на метку 1, чтобы повторился вот. Итак, выпускаем программу. То есть, вот у нас выскочила ошибка. Так, а здесь выпускаем знак минус. Так, давайте введем сначала нечетырехозначное число. Чтобы проверить. Так, ну и теперь... Тут можно даже написать цифры числа. Всё. 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 Повторим. Всё. Всё. Вот. Так вот что из себя выглядит программа на соответствующие условия. Итак, выполнили мы основной этап. Теперь в любом варианте без разницы. Следующий вариант. Итак, вставляем вход программы. Дальше здесь пишем слово параметр. Так, здесь пишем слово значение. Так, дальше напротив вводим значение x. Так, у нас было 45.76. Так, ну, здесь вот в Excel не получится записать в вводной строчке все эти выражения, поэтому мы сначала вычислим каждую из них. Исходя из условия. Так, исходя из условия. Так, исходя из условия. Так, еще функцию если. Так, ставим функцию i. Так, и проверяем. все проверяем. Так, ну, больше. Там больше. Больше не равна. Тысячи. Только не питой. Так, и... Меньше не равна. Так, и... Меньше не равна. Так, и... Меньше не равна. девять тысяч девятьсот девяносто девяти так если истинно то вычисляем первую цифру так вот 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 Продолжение следует... 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 если нет у нас констант вставляем блок начало дальше вставляем блок вон значение x вставляем условия так дальше вставляем блок вычисления блок вычисления дальше вставляем блок вывода так и конец так их и понадобится опять на правильный путь соответственно плюсик если условие верно так мы опять соединительными линиями соединяем стрелкой направление движения соответствующего алгоритма так ну и заполняем фигуры согласно движению то есть начало дальше вводим мы x дальше проверяем мы условия верно нет вводим пишем по-русски и так дальше Далее отправляем написание. Далее отправляем написание. Далее отправляем написание. Далее отправляем написание. Вот что здесь выглядит блок-схема на решенную задачу. Остается последний этап, отмечтить лабораторную работу.